за внимание. Ну, давай тогда, Максим, начнем. Я тебя сейчас представлю, и дальше ты хорошо. Максим, меня слышно? Да, да. Так, у тебя какая-то презентация есть, или все будет просто вжимое? Нет, нет, я буду все на экране показывать. О, ну, замечательно. Уважаемые коллеги, мы начинаем вторую часть докладов PIMON на сегодня, и в целом это завершающая сессия. И она такая будет очень интересная многим, тем, кто сталкивался с XI Tools только понаслышке, и хотел бы понять вообще, что двигало заработчикам этой программы. Уважаемые коллеги, я передаю слово Максиму Букину. Здравствуйте, коллеги. Значит, мы попросили, собственно, показать свою вот эту некую ToolZoo, которую я называю XI Tools. Назвал ее, да? Пару слов. Вот давайте, значит, я сейчас показываю ее. Показываю, я сейчас готов бы сказать несколько вводных слов, да? Вот все, что я буду рассказывать, да? То есть я, конечно, покажу, собственно, эту программу, покажу, как она работает, потом посмотрю какие-то, покажу с точки зрения, там, каких-то, может быть, интересных моментов, по тому, как она реализована, ну, с точки зрения, там, кода, то есть как это выглядит, там, в виде проекта для разработки. Вот, но главная идея, да, то есть не в самой программе, я вот это вот подчеркну, да, что, то есть с точки зрения функциональности здесь в ней не так много, на самом-то деле, да? Мне лично кажется, я хотел бы, чтобы как бы с этой стороны посмотрели, да? Можки, конечно, не прав, но мне кажется, что в такой программе, да, а как к подходу, да, к подходу, что наши вот эти две тузы, это, на самом-то деле, одно приложение, да, они принципиально могут быть расширяемы дополнительным функционалом. Вот. То есть технически это, по крайней мере, возможно. Вот. И две тузы, извини, Максим, перебью, две тузы имеются в виду ESR и Director, да? Да, значит, со стороны да, SAP, они разбиты на две, до сих пор не очень понятно, почему так было сделано, то есть почему у нас есть вот отдельные, да, то есть приложение для, да, для репозитория. Ну, у меня есть только предположение, что это больше был вопрос не технический, а, ну, так сказать, такой, как сказать, архитектурный, то есть хотели, видимо, сделать так, что вот у нас есть одна история, да, мы дизайн, там, какого-то интеграционного сценария, да, вот, и есть другой этап, когда мы это дело настраивать. Вот. Мне кажется, что этим как бы двигали, ибо со стороны, допустим, там, той же серверной части, да, это на самом-то деле одно приложение, вот, то есть оно как бы разделено с точки зрения клиентской части на дверь. Вот. Вот и так, клиника отступления. Значит, итак, что это такое, значит, так, на каком-то этапе возникла задача, это историческая возникла задача, даю, чтобы было понять, почему, зачем она была сделана, в том месте, где я работал, там, нужно было постоянно делать каждую разработку, сопровождать очень, как, детальные документации, как объекты разработки, так и объекты дизайна. Вот. И, значит, ну, там, совместно с, там, текущим руководителем на то время, вот, родилась такая идея, чтобы автоматизировать этот процесс, да, то есть, степень, насколько это было возможно. У нас тогда был dual-stack, вот, и поэтому не все объекты были доступны, ну, с точки зрения программного доступа через ABAP, вот, сразу стали смотреть, то есть, можно ли это сделать на, как сказать, с помощью Java. То есть, вот, ну, вот, собственно, с того момента начал копать, и изучать внутреннюю стеклую программу, да, вот, это было достаточно как бы давно, сейчас это вылилось уже в такое, как бы, более-менее самостоятельное приложение, значит, что это такое? Значит, я сейчас думаю, с какой стороны все-таки лучше сказать, давайте лучше я сначала покажу, вот, наверное, на самом-то деле, да, вот, какие-то вещи, а потом уже будет понятно, я буду, какие-то, может быть, детали, да, есть, значит, что здесь обострять программу, да, то есть, программу себе представляет жалу программу, да, она также работает, то самое, микроэнская, чайская, слинговая, да, вот, значит, у нее есть, значит, соответственно, ее внутренние, как бы классы, то, что, как бы, ну, как сказать, исходные, ее исходные коды, да, вот, она использует для того, чтобы запустился, запустился сам, как бы, клиент, некоторое количество классов от Netweaver, вот, причем, ну, вот эти классы, они, ну, такие, вот, generic, они практически никогда не меняются, отверстия и персия, то есть, скажем так, но на самом-то деле, они нужны только для того, чтобы запустить, как бы, приложение, и даже, в большей степени, что оно просто, выглядело так же, как и родные, родные, клиенты, да, то есть, вот, главным образом используется, вот, 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 как бы, собственно, оформление, вот, вот, в принципе, можно было бы даже без них, как бы, ходить, вот, я так и делаю. Значит, что, если я вот это, вот, это вот, это приложение представляет, это, некий такой старкер, то есть, старкер, который запускает, 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 ну, как-то, дарик, или, либо, репозиторий, вот, но точкой входа является нестандартной, там, main, метод класса, который в родном виде, так сказать, запускается, да, вот, а, собственно, это нужно для того, чтобы получить доступ к тому, чтобы можно было внедрять функциональность программы, ну, то есть, там, добавить в меню то, что тебе нужно, вот, ну, собственно, получить, как бы, вход в программу, так сказать, вот, и делать некие изменения в ней, вот, собственно, для этого нужен, нужно запускать, программу, то есть, там, будь то дарик, будь то репозиторий, не через штатный, ну, то есть, не через родной класс, да, а через, собственно, вот, вот, и, вот этот, как бы, стартер нужен, как бы, главным образом для этого, да, но он, немножко, как бы, тут уже, так сказать, дорос до того, что он, как бы, стал уже, в том смысле, такой, самостоятельный, в том смысле, что, я вот его все время держу, как бы, вот, он все время запущенный, он позволяет быстро запускать, быстро запускать, быстро запускать, а, тузы, ну, и, как сказать, их, если, если много, ну, много нетвиверов у вас там, нужно заходить, каждый раз, удобно настроить здесь все, так сказать, там, учетки и пути, куда подключаться, да, вот, и запускать отсюда, да, то есть, каждый раз пароль не надо вбивать, хотя можно это, это не делать, проверять, там, можете проверять, доступна ли какая-то система, то есть, насколько она там отвечает, не отвечает, если он, то есть, слог, HTTP-лог, некого пингования, как бы, системы выводят, показывают, да, это тоже помогает. Максим, а правильно я понимаю, что это аналог JNLP получился у тебя, то есть, у тебя есть приложение на свинге, которое понимает JNLP файл, и скачивает, и стартует его, да? Совершенно верно, в общем-то, да, я хотел бы сейчас про это сказать, да, значит, многие знают, да, то есть, как у нас стартуют приложение, да, то есть, когда мы сюда заходим, да, когда мы запускаем наши дозы, вот видите, да, вот внизу подсвечивается, да, то есть, тут вот эти ярлык JSP, на самом-то деле, там пусть перебрасывает, да, на файлик JNLP, да, вот, то есть, запуск программы происходит через помощь, с помощью вот этой вот JNLP технологии, да, то есть, в файле JNLP, JNLP, указаны, есть и свойства, да, которые нужны для запуска приложения, да, вот, и там, ну, в JNLP прописаны все пути к файлам, которые нужны для запуска этого приложения, ну, то есть, из которых приложение, собственно, состоит, и там же в этом JNLP указан класс, который, main-метод которого будет вызван при запуске, при запуске, при запуске этой программы, то есть, когда сюда вот нажимаете на ярлык, что происходит, запускается файлик JNLP, Java его понимает, она смотрит, что там внутри, скачивает все файлы с Netweaver, скачивает она их в общую базу данных, ну, как бы, вот, ну, тут на клиенты, то есть, в системе, значит, при закачке происходит проверка, там, сертификатов, это тоже занимает достаточно долго времени, вот, после того, как она все скачала, она запускает, тот, main-метод того класса, который в том же JNLP указан, вот, значит, вот это приложение XSiteWall, собственно, она оперирует тем же самым JNLP файлом, то есть, она, когда вы указываете, вот, 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 то есть, все у нас, в учатке, да, вот, кстати, можно поменять, ну, как бы, другую джаву поставить, какие-то, параметры можно сразу поменять, если, допустим, у вас там, большие маппинги, да, то можно сразу запускать приложение, с, там, большим, с большой памятник, привезли по сайту, гигабайт памятник, короче, по сути, параметры JAL, здесь задать, указать, значит, эта программа также берет этот, скачивает JNLP файл, файл, да, вот, по сути, делает все то же самое, да, но немножко более оптимизированно, значит, во-первых, она использует свой, как бы, кэш, так называем, кэш, да, то есть, не джавовый кэш, а свою папочку, то есть, она создает, вот, вот, по такому пути, значит, вот это вот, это вот, по сути, вот каждая папочка, да, это закешированные, закешированные файлы, закешированные файлы, соответствующие, так сказать, либо directory, либо репозиторию программ, то есть, в данном случае, так сказать, вот эта папочка, сможет от этого нитивера, то есть, directory кешируется сюда, репозитория кешируется сюда, я еще это сделал потому, что там потом удобно брать нужные, как бы, классы, прямо вот отсюда, потом уже взять и использовать их, там, в проекте для разработки, по-моему, все прочее. Вот, значит, она их сюда, как бы, складывает, да, но алгоритм проверки актуальностей, потом, когда запускается программа, здесь работает несколько быстрее, то есть, ну, во-первых, не проверяет сертификаты, в соответствии, чтобы, так сказать, быстрее все было, да, вот она проверяет только таймстэнк файла, да, то есть, при вот этой галочке, да, проверяется только лишь таймстэнк, соответствия файла здесь, локально, и на сервере, если они разные, то тогда он его обрекнет, если нет, то ничего не будет. Вот, можно вообще на самом деле отключить, тогда приложение будет стартаться совсем мгновенно, то есть, на счет, вот этой всей нашей истории с коронавирусом, и не всегда хорошей связи, вот, не лично, это как-то так, сильно помогало, когда связь рвется, да, то перезапуск происходит очень быстро, вот, то есть, соответственно, нужно настроить какую-то учетку, значит, какому-то дневниверу, да, ну, и запускается, там, дарик, дарик, вот, вот, вот он за это время проверил все файлы, то есть, сверил их с сервером и локально, да, это произошло достаточно быстро, потому что, ну, как бы, сама вот вся система виртуал, она у меня на, здесь же на компе запущена, да, ну, сам литвир, так, что-то я, ну, там, с ключами пропорты, заново, значит, вот смотри, проверил, прочитал, сип, значит, все-таки хорошо, система доступна, вот, сейчас она как бы скачивает, по сути, новая, как бы, да, ну, то есть, она закешировала уже, сапсан файлы, с сервера, и происходит запуск программы. Тут можно поставить парол, но, вот, вот, значит, запустилась, например, в дарикторе, да, вот, ну, что мы видим, видим, что программа вклинилась стандартная, да, и у нас появился дополнительный, как бы, миним, да, вот, то есть, как бы, демонстрация к тому, что программу можно вклинивать свою какую-то функциональность, выводить интерфейс, запускать потом, и так далее, да, то есть, это технически реализовано, в общем-то, сложно. Значит, что еще с функциональностью, здесь есть интересное. Значит, программа изначально делалась для документации, вот, и в основном, да, собственно, это и есть, да, то есть, раздел документации, вот, можно открывать стопомастер, можно, значит, либо, вот, сразу объекты, значит, подбирать, по которым генерить, создавать документацию, либо можно выбрать выгруженные, сериализованные, как бы объекты, я по нему скажу, да, сразу это сделать, то есть, выбирать буквы объекта, да, можно подобрать индивидуальные объекты, можно подбирать по сценарию, но, я подумал, что так, как бы удобно, то есть, часто была задача, то есть, формировать документацию на один, как бы сценарий, вот, например, все по сценариям, да, можно тогда отобрать вот один сценарий, вот, и он сейчас формирует документацию по какому-то там шаблону, который, сейчас я про это уже расскажу, как с этим обстоят, вот, можно сделать ее в HTML, в PDF, в RTF, еще в VARD есть, но что-то в VARD там как-то совсем грустно там все это дело отрисовывать, то есть, проще сделать в HTML, а потом в HTML документ открыть из VARDA, то есть, так получается, да, красивее, проще. Вот. Ну, тут есть какие-то какие-то галочки говорящие сами за себя, какие-то можно там добавить, убавить, то есть, они привязаны к конкретному шаблону, по которому ненавиция соответствует вот. Ну, допустим, если все как бы страивает, допустим, так, вот это или. Ну, вот она как бы все формировала, вот, смотрится по ним. вот такой вот шаблон, то есть, все объекты, которые там были в сценарии, вот, они вот так вот выглядят в виде HTML-ного варианта, да, системы, системы, каналы, вот, 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 все 50 простые, как бы они-то сообщены, вот, простые, как бы сценарии, как я дегонстрационный, да, вот, могут быть, ну, с точки зрения всех объектов, я бы постарался сейчас вот они все, в таком виде генерятся по всем объектам, да, что, да, или что-липозитут. Можно, все, можно все, вот эти подъехали. Старался сделать как можно ближе к оригиналу, как у нас экране-то выглядит, совсем не конкретно. Вот. Вот как-то так. Вот. Значит, то же самое присутствует вот, 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 репозитория. То есть, объекты репозитория тоже, тоже, также, увы, да, то есть, как бы отдельно документом. Можно распечатать, по сути, объекты из репозитории, ну, я говорю репозитория, просто там везде, вот, я потом покажу, так сказать, внутри есть точки зрения кода, в общем-то, все делится на репозиторию и тарик, вот, вот, я вот так часто говорю. Вот, ну, например, вот тут тоже есть, соответственно, подкладывается соответствующее меню, тут немножко побольше есть там, служебную утилиту, чтобы посмотреть, какие-то объекты внутри, которые там выглядят, да, называются, в процессе разработки используются там, вот такой как бы, мастер, по-своему, внутренних объектов. Значит, здесь такое же меню, тоже документация, так вот, сам, ну, допустим, здесь можно попытаться сделать, тоже, кстати, по сценариям можно, да, или пока бросать нужно. Вот. 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 Ну вот, соответственно, у нас есть объекты, то есть дата-тайпы. Вот. то есть, тут была попытка, то есть, также в дереве, просто они простые достаточно, да, но если это, допустим, там, актерн-дефинишн, или это все то же самое, то есть, мы также показываем, в дереве, то есть, собственно, ну, коричневый администр, все это. Вот, как есть, то есть, там, source-месседж, target-месседж, там, ну, вот, короче, просто они тут достаточно простые, да, но, выглядит это принципиально вот так. Вот. Ну, так же, там, PDF-фиты работают. Можно, так, все. Вот. Ну, наверное, это можно как-то еще и красивее сделать, вот, то есть там все, как бы, идея была такая. Изначально вот эти вот формы, они делились, то есть там было, конечно, по-другому, это все задумано было, то есть там использовался апачекой, вот, но, на мой взгляд, все дело очень сильно сильно оправдало, потому что какой-то новый, как бы, шаблон требовал, собственно, то есть код, код, который создал создавал форму, был сильно привязан к шаблону документа. Это было очень неудобно, вот, поэтому в итоге все, все, как сказать, было переделано на, как бы, другой способ, да, а именно, то есть, так или иначе, сначала объекты сериализуются в XML, сериализация происходит, ну, как бы, по сути, используется штатный механизм, вот, который, там, при переносе, там, ТПЗ, или самые файлы используются, да, вот, тоже самое, как бы, используется сериализация, да, вот, объекты, а уже из XML, они, то есть можно уже, понятно, сформировать документ с помощью, там, разных срез, в данном случае используется, ну, то есть в составе программы используется, там, саксон, потому что он из класса 2.0 поддерживает, да, вот, ну, и, а сам, как бы, шаблон, ну, я делаю с помощью альтову стал Vision, да, то есть формируется, да, то есть формируется XSLT преобразование, да, там, будь то для PDF, будь то для HTML, да, который, как бы, на вход сериализованные, на выходе, соответственно, как бы, соответственно, созданный документ, то есть это просто, то есть вот этот вот мастер, да, вот он, как бы, он, как бы, он, как бы, он либо берет объекты, сериализует их в XML и дальше применяет преобразование, которое я сделал, там, стал Vision, да, вот, либо можно платить сразу сериализованные в XML объекты. Стериализовать объекты в XML, это отдельный, как бы, здесь мастер, и он может, он сам по себе, как бы, может быть полезен тем, что, если, допустим, вам нужно просто объект в виде XML, представить, для каких-то, там, своих целей, там, я не знаю, как там, если не то, что ты, как бы, делай, да, то есть, такой, как бы, мастер, да, ну, то сразу, как бы, открывает, да, эти самые какие-то объекты, которые, там, были выделены, вот, если это так отобрать, да, ну, тут есть, какие, как бы, опции, это, по сути, свойства стерилизации объектов, ну, как сказать, родного механизма, да, вот, я только отчасти вижу, ну, как бы, так, могу сказать, на что, там, вот, каждая опция, там, влияет на то или на другое, да, так сказать, в лучшем случае, как сказать, там, механизмом, такой, как бы, один, прописанный для всех объектов, он, как бы, штатный. Вот мы какие-то объекты отобрали, все реализовали, получили XML. Ну, вот так выглядит, как бы, родная стерилизация объектов, то есть, это, кстати, вот, коллекция, да, все, вот, у них есть общая часть, вот, элемент ID.info, то есть, здесь ID.info, то есть, здесь ID.info, там, какой-то тип, там. Максим, а формат, это точно такой же, как Simple Query ответ, да? Не понял. Ну, вот, если мы через Simple Query API попытаемся получить данные от каком-то объекте, репозиторе, директоре, похожий формат выдается, судя по всему. Ну, возможно, да. Он же, по-моему, один в один в транспортах используется, может быть. Ну, я на транспорт ориентировался, то есть, как бы, видел, по крайней мере, тут скажем так, я транспортов нашел, где он находится. Он, на самом деле, там, на поверхности был, то есть, прямо рядом с сайном. Я, я сейчас покажу, чтобы на колеса, что-то я просто уходил из взгляда, да, но я, когда полез, сначала начал с этим, с транспортом разбираться оттуда, да, и потом вышел, нашел, собственно, этот механизм, то есть, для каждого объекта XI, да, прописан его, как бы, сериализация и десериализация в XMR, да. Ну, скорее всего, да, это вот. Видно, что у каждого, допустим, вот такого объекта, видите, там, XI definition или там Data Type, да, у него, вот, как бы, в контенте всегда есть прямо даже схема. И это, кстати, очень удобно для создания, как бы, документации, потому что, ну, как бы, по сути, как бы тип, он предоставляет свою, как бы, схему. Но она и видна, и визуально, когда мы с ползой работаем, вот, ну, как бы, как в объекте, да, но она здесь, это и в сериализованном виде, да, и, соответственно, это очень сильно облегчает процесс, допустим, нарисования формы, то, что показывает, да. Ну, здесь, вот, если, допустим, вывести какой-то объект вот здесь, вот, да, то я вообще оперирую, как бы, тем, что там, висконтекс, пайп-симпорт, там, в том числе, по сути, я знаю, как их схема все равно есть. Я какое-то время покажу, как это выглядит, там, стал Vision, к примеру, да, вот. Вот, ну, вот, тем не менее, значит, можно объекты в XMR выгружать. Значит, здесь такая штука блок-конвертер, просто есть некоторые объекты, ну, допустим, там, где-нибудь объекты, у которых есть бинарные, как бы, данные, например, там, всякие PDF-ки, вот, там, D-классы и так далее. Вот они в виде блогов, здесь вот отправляется блок, вот. То есть это такой, как бы, за Zip-овод, B64, и там все с некой такой добавкой в начале, да, то есть, как бы, текст, вот, чтобы можно было сразу его, как бы, раз преобразовать в исходный, да, все, что это, в принципе, на мастер, вот сюда нужно, это тоже, ну, такая часть, вот, механизм, там, сериализация, то есть, используется, то есть, можно, как бы, перебраться, сделать обратную процедуру, то есть, это вот сейчас используется, как-то сериализуется объект, и потом нужно еще блок превратить в какой-то текст, например, там, в исходный код, там, классы от Джоу-Модинга. Вот, ну, тут еще есть такие, что, это вот такие старые, то есть, вот еще, вот, которые на ПОИ держатся и планируют крепить, просто еще пока их, пока полностью не прописал, маппинг и трансформации, вот, они дошли, пока они здесь еще есть. То есть, можно, значит, только ПОИ используется в качестве API, которая создает, как бы, документ, да, и у нас только будет. КДО-Модинга. Пробирается, пачка перешинать, ну, тут какие-то поля, надо запомнить, в чем-то, в шаблоне там выводится, да, но. Там, это чуть-чуть более наглядно показывает правила образования сетографическим картином. за главная страница здесь выводит такой как бы это сам собственно каждый мэппинг это строчка вот он тут показывает структуру то есть сорс на сигнатуру мэппинг да то есть там сорс торги вот обераю страничку можно соответственно от каждого перепрыгнуть вот посылки на вкладку где супер сам сама трансформация представлена вот ну левая чайкой смысле и торги структура слева здесь соответственно торги систем это куда-то ресурс откуда да лишняя там где незаматленно более-менее наглядно матем если используется тут юдерки они посвечивают текст не древние вот это другой он также показывает и java mapping xslt да в случае xslt просто исходный код конечно xslt это может показать а в случае java код класса что-нибудь конечно наглядно для графических вот еще есть такой старый вариант атрибутный состав интерфейс тоже тоже через по и работают забрали какое-то количество объекта вот тоже титульная страница здесь он показывает и как бы сигнатуру тоже соответственно можно потом ну и соответственно на каждый тип который используется в интерфейсе сервис интерфейс да ну то есть дерево по сути вот все объекты они возникают все сочетают которые в интерфейсе как пользуются они нахажут свои вкладки ну как бы принципиально с точки зрения каких-то дополнительных возможностей показал да потому что по сути как бы документация да и документация ну какие-то еще дополнительные вещи да значит хотел показать как это выглядит наверно изнутри то есть само приложение это три по сути папочки то есть три проекта да подозреваю что у сапу вот эти вот все три ну как будет это приложение да она именно тоже на три тоже делится что если общая часть она там на имспейсе везде прослеживается пока иди вот как что сейчас я не знаю вот ну соответственно вот в дарикторе и репозиторе соответственно айби она общая для обеих частей вообще я на самом деле хотел сказать что на самом-то деле действительно интересно как сделано это приложение потому что сделано оно очень хорошо то есть это значит большое приложение вот и все у тебя звук пропал ты с нами максим так он вот он вот он Макс, это Илья Кузнецов. Куда ты попал? А, я пойду тогда слушателей, что ты сейчас переподключишься. Хорошо, все, пока. Коллеги, Максим сейчас переподключится. Что-то у него там со связью случилось. Подождите, пожалуйста. Я вижу вопросы про вопрос Алексея Грибанова про выгрузку в документацию Message Mapping с UDF. Тоже сам про это хотел спросить. И про XI Tools для NVDS и Eclipse, конечно, тоже. Про варианты для Eclipse я, честно говоря, сегодня только впервые услышал. Максим сказал, что покажет какой-то плагин кастомный для Eclipse, в котором есть, например, поиск по description объектов, о чем в чате некоторое время назад спрашивали. Сейчас подождем. Так. Максим Павленко, вижу твой вопрос в Q&A. Ну, вот непонятно, почему это не было сделано. Видимо, просто не был выставлен тикет, и все пользуются свинговским клиентом для поиска. Тиборид, вот. ценные замечания. Все, включил. Отпускается, да, я остановился на том, что, значит, хотел сказать, что вот лично мне вот это вот исследование как устроено наше Тулзо очень сильно меня прокачало с точки зрения того, как у себя правильно сделать приложение. То есть, приложение сделано очень хорошо. его, так сказать, вполне я рассматриваю как некий учебный материал реального сложного приложения, в котором, собственно, многие вещи даже в теории как бы так нигде не могут быть освещены, а в данном случае, так сказать, видишь, в реализации каких-нибудь там паттернов, подходов там, и вообще, так сказать, было бы, конечно, интересно посмотреть, как с точки зрения проектирования это все построено, потому как приложение достаточно сложное, но с другой стороны выстроенной некой там внутренней архитектурой двух, а то и трехуровневая там модель как бы дизайна объектов, то есть, есть там совсем низкие как бы уровень там объектов, то есть, с точки зрения XI-оптик там и наследование, да, есть там промежуточный слой, есть слой, связанный с уже цинговой частью, при этом еще все приложение разбито на серверную клиентскую часть, в общем, как бы приложение достаточно, так сказать, интересное с точки зрения, я повторяюсь уже просто изучение, какие бывают программы, да, как учебный материал, очень даже вполне интересный, короче, интересно как бы ее в этом плане было изучить. Значит, программа, то есть, соответственно, так же, как и два приложения директории репозитории УСАПа, да, само вот это приложение, вот, оно также состоит из, делится на две части, вот, также имеет общую часть, то есть, вот общая часть, это вот как бы IB, почему IB УСАПа она называется, я не знаю, вот, но я так же как бы назвал, то есть, по аналогии, вот, чтобы, так сказать, не изобретать велосипед, но и потом это, как сказать, как сказать, упрощает, то есть, и идет такой же, как бы, и идеологии, как и дизайн, как и сама программа. Значит, что хотел показать, вот, один момент, то есть, есть такой класс Application Base, если посмотреть, есть два Application Base, вот, из Directory и Repository, это, собственно, два класса, которые запускаются, как сказать, это родные классы, которые запускаются в приложении, ну, соответственно, Directory или же Repository, ну, вот, то есть, ну, это вот он сейчас открылся, в Jad, да, то есть, компилированный, соответственно, то есть, вот это, как бы, родной, да, у меня, соответственно, два своих, то есть, для, соответственно, для Directory и для Repository, то есть, я вызываю их, вот, а не вот эти, то есть, вот это, собственно, как бы, нужно, чтобы получить доступ к функциональности программы, ну, добавлять что-то свое, там, так далее, то есть, запускается не родная, как говорят, там, к сожалению, нигде не обнаружил, чтобы можно было запустить без, ну, то есть, в рамках вот этого родного, как бы, application, получить каким-то образом доступ к расширению проложения своими какими-то классами, то есть, такого не предусмотрено, сколько я так понимаю, поэтому пришлось написать, по сути, это, как бы, некие кальки, то есть, копии родных классов, которые добавляют в свою функциональность, то есть, они в этом смысле практически очень похожи на родные, да, с учением тех вещей, что добавляют, добавляют, вставляют, по сути, в свою функциональность в меню, там, и позволяют уже вызывать собственный код, запустившийся программе, ну, вот так вот, так и разъемная проверка, там, на версии, это я так сделал, то есть, мы смотрим, в какой версии мы запустились, потому что, что-то релевантно, так сказать, в отношении к одному, что-то к другому, вот, вот так строится минимум, то есть, вот в этих главных, как бы классик, вот, строится меню, я, значит, по сути, повторяю, так сказать, составляя меню, программа, которая, как бы, и в родных классах, так же даем, только добавляю еще своих, вот, так, вставляю свои вещи, то есть, я закомментирую, так, все, да, ну, то есть, идея какая, что, можно, делать свои, какие-то функциональные, столь свой какой-то код, вот, и если он, нужно его, допустим, выдать пользователю, на то, чтобы, в меню его мог, как бы, запустить, да, но его можно вполне, так сказать, добавить и, в меню, как бы, иди, так, вот, соответственно, тут, когда есть еще один проект, который, все это дело, собирает уготовок, код, ант, который все это делал, билдит и собирает. Вот, значит, как-то так вот, значит, я не думаю, сейчас, конечно, походу, конечно, может до бесконечности лазить, а просто хотел показать принципиально, да, что с точки зрения реализации, это обычный, как-то, 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 джава, там, приложение, проект, вот, значит, а, да, вот, собственно, еще хочу показать, что, значит, ну, соответственно, вот это, здесь расположены какие-то папки, которые, там, какой-то пои есть, это, который отсюда выберется, предполагается, да, с точки зрения компоновки проекта, да, вот, можно, ну, это я так делаю, там, переключать, то есть у меня есть подготовленные библиотеки от нитривера, вот они, видите, IP общая часть для 7.1, IP там для 7.3, IP для 7.5, 7.5, 5.15, то есть, как бы, для разных нитриверсий, ну, где там прослеживаются самые, там, большие, как бы, разницы в ходе, где нужно, где я, как бы, встречаюсь, да, встречался с, это самое, с тем, что нужно учитывать ту или иную версию нитривера, чтобы как-то это работало вот разными, с разными версиями, когда один человек все делает, это, если это, допустим, делать уже коллективно, если это, как-то, дойдет, то, с этим надо как-то что-то придумывать, это вот самое такое, непонятно, отлично для меня, то есть, таким образом, можно, если выложить туда-то, там, по репозиторий, исходный код, то как, что делать, вот как бы, с этими зависимостями, с системными классами, да, я имею в виду, эти, которые, те, которые скачиваются через GNLPA, с сервера, да, то есть, если там открыть, я имею в виду, вот эти вот файлы, да, то есть, которые кэшируются, да, то есть, там, ведь не будет же их, как бы, там, тоже куда-то там, в репозиторий засовывать, хорошо, это не очень понятно, то есть, если это как-то, кто-то подскажет, все это можно будет, ну, как будет, так сказать, я не знаю там, будет придумано, как это сделать, вот эти, как бы, что делать с этими, липами, общими, то это, по-аному же, то есть, куда-то на общий, какой-то там, джет или еще куда-то засунуть, да, и сейчас общество сможет, сказать, все это дело, как меня смотреть или же примать в честь, так сказать, какой-то развития, Так, значит, чего я хотел еще, значит... Вопросы, может быть, давайте, если что-то я упустил. Макс, там кнопочка Q&A. Тебе видно или нет? Вопросы и ответы. Это где? В чате? Между партиспансами и чатом. А, да, вот тоже кто показывает. Недавно, за пару дней, был для меня первый плагин для Eclipse сделал. Значит, сейчас покажу, значит, запущу его. Сейчас у меня же система рухнула, да, и в том числе рухнул этот... Этвир запущенный, который тоже у меня тут на компьютере был запущенный. Сейчас я его застартану. Я вопрос прочитаю просто для записи видео, чтобы видео было понятно. Можно продемонстрировать, как выгружается в документацию Message Mapping с использованием UDF. Ну, и заодно можно бы показать, как в документацию HTML или PDF выгружаются просто импортированные архивы, если есть такая возможность. Ну, надо сейчас посмотреть. Просто я подготовил... У меня было времени, да, то есть был поставлен этот... Был поставлен 7-5, там какой-то, по-моему. Он голый, ну, 7-5 нет, Ивер, да. Вот, он голый, там, с точки зрения, да, вообще был чистый, да. А в этом самом, в репозитории там был этот самый... Ну, вот эти там, где демо-примеры, там что-то, вот это вот, агентство, аэропланы, там... Угу. Вот там есть что-то такое, с точки зрения, там, UDF? Если есть, сейчас... Ну, давайте посмотрим. И UDF-ы там где-то были? Сейчас тогда это... Так, сейчас он стартует. Так. Кстати, работают вот здесь вот эти горячие клавиши, очень удобно. То есть, например, Ctrl-C копирует пароль, Ctrl-U копирует вот эту URL. То есть, я ее как родилку пароль использую. Здесь... Стартует сейчас пока. Старта нет. Так. Значит... Ну, ладно, пока стартует. Я чуть переключусь. Вот на днях написал плагин для... Это другая тема, как бы. Просто написал плагин для... Кому интересно, для Eclipse, который позволяет искать, делать поиск по... По объектам. По объектам. По объектам. Не только по наименованию. Да. Но и по... Description. Нам тут вот в одном месте это было актуально, чтобы делать поиск. То есть, ну, чтобы в Description вынести какие-то... Просто на Description там были у нас указаны коды названия документации. Вот. И... Чтобы не заносить в название, то есть не выносить в название, да, мы просто переходим... А, ну, здесь есть такая штука. Мы начали переходить на Eflow. То есть, с ICO на Eflow. А в ICO, вернее, даже не в ICO, да, а в этих сценариях у нас принято указывать номера, ну, документации технические, в рамках которых был сценарий разработан. Вот. И для того, чтобы не... В ICO, да, там, в название ICO не вставлять им номер документа, в рамках которого этот сценарий был разработан, вот сделал некий плагин, который позволяет искать по Description. К сожалению, у SAP почему-то это не сделано. Вот. И более того... Сейчас я покажу. Вот сегодня, когда я готовился, выяснилось такой факт, что сейчас вот... Вот этот Intriver, который сейчас стартует, да, это 7.5, какой-то там 7.5.0. Ну, то есть это такой, без всяких сервис папов, да. Вот. И... Если говорить там про iFlow, да, то он не ищет по Description iFlow. То есть идея такая, что в объектах, то есть в неких там объектах, вот в которой в рамках этого плагина расширения для пиальных объектов, вот в SAP, да, там есть свойства. Ну, в пиальных объектах есть свойства. То есть есть, например, название, есть еще дополнительные свойства. Вот эти свойства, они вообще возвращаются и создаются серверной стороной. То есть то, что на сервере... А сервер приходит в ответ, да, то ответ, который уже здесь на клиенте находится, да, обладает свойственные, но эти свойства, еще раз повторяюсь, они создаются, ну, как бы, в набор, там, некая коллекция, да. Он приходит без сервера. Я вот сегодня увидел, что 7.5.0, то есть вот эта вот версия, которая сейчас там запускается, да, вот Description у iFlow не возвращает. А вот уже, вот у нас, там, сервис-плаг, там, по-моему, 14, у меня там на работе, да, вот, там это как бы работает. То есть здесь это работает только, например, сейчас я могу... То есть я покажу, да, то есть, например, с там, пати или там с компонентами или с каналами это работает, а с iFlow нет. То есть, видимо, от версии к версии САП еще, видимо, сам доделывает какие-то вещи, то есть в этой части, да, то есть вот в 7.5 этого еще не было, то есть в первой версии, вот, а вот уже сейчас вот в текущем сервере, сказать, это уже есть. То есть iFlow можно сказать по Description. То есть я потом увидел, что вроде что-то не работает, потом посмотрел, что действительно сервер не возвращает описание. Но, тем не менее, по-другим объектам сейчас покажу, что это как бы работает, да. То есть, в принципе, он... А, он еще не стартанул. Пока он сам стартует, то есть если плагин наставить, а потом ссылку дам, вот. здесь, соответственно, появляется... тоже такая папочка XI Tools, то есть это где открыть Windows. Вот, появляется два view, это view называется, да. Есть Extended PI Explorer и Extended C++ Object. То есть есть родные, то есть вот PI Explorer. То есть, и, соответственно, тот плагин, который создает еще... То есть он не модифицирует существующий, он просто создает... такой же как бы, да, но только плюс еще ищет по description, если он там есть. То есть Extended PI Explorer, то есть вот и вот здесь вот Extended C++ Object. Максим, а в свинговском клиенте поиск по description есть или нет в стандартном? Не в твоем? И в стандартном есть, и как бы, да, то есть стандартно как бы ищет, да. Почему-то здесь нет... Мы сам задали вопрос, типа, почему нету описания, типа, это, типа, баг или фича. Там вроде даже ответ произошел, типа, нет, и это вполне не будет. Или там, как бы, не мешайте нам работать. Ну, то есть это не работало только в плагине для Eclipse, да? И у тебя заработка именно эту часть покрывает. Ну, да, то есть только вот, как бы, плагинчик, который вот... Он такой лайтовый, сейчас я покажу. То есть там немножко кода, то есть как-то быстро получилось. Я сам буквально... То есть, скажем так, плагины делать все-таки гораздо легче, чем вот эта вот история, которую я показывал. То есть попроще мне как показаться. То есть там буквально за два дня я его сделал. Я ни разу этого ни одного плагина не делал. А вопрос, чтобы еще... Тут он в чате как раз уточняющий вопрос возник. Это касается именно только по description iFlow или вообще по любым произвольным description? По любым description поиск не работает. Есть только по названию. Понятно. При этом вот в текущем... Там у нас сейчас полностью 14 или 15 сервиспак. Даже вот в таком виде не ищется по description у папочек. То есть то, что здесь мы видим папочками, да? То есть вот здесь вот, что мы видим папочками, да? То есть вот здесь мы сейчас подключимся. Традиционный тлузея, это у нас сценариями называется, да? Вот. Вот он даже в текущей, в последней версии, да? Традиционный тлузея не ищет в description сценариев. То есть папочки, если смотреть, как оно видно из студии. То есть есть два, еще раз говорю, есть два момента. То, значит, стандартный, я просто посмотрел, стандартный... Стандартный вот эти вот... ... Ага. вот вот есть этот вот бизнес-система я сделаю description запустим тоже увидим вот description да вот вот например или вот здесь или здесь вот вот если здесь мы так вот ищем вот он не ищет вот нашел вот здесь стандартный не ищет а вот этот ищет вот но если попытаться поискать вот ну просто сейчас я увидел что есть разница между это самое давайте я вам прям покажу то есть то есть допустим вот у нас есть интересующий нас вот iFlow да уже сделано да вот например вот такой номер сейчас это как у нас это flight seat really really если мы сейчас откроем это iFlow да он действительно как бы есть вот но но если мы попытаемся его найти то мы его не находим не находим потому что сейчас покажу значит открыть вот эту перспективу плагина для разработки плагинов вот и запустить его короче то есть усап как бы тут как бы два момента да то есть чтобы то есть он чтобы найти по description или по реквизиту он должен быть вот вот а во-вторых нужно еще и искать по нему вот усап он не значит вот от версии к версии дитивера не все не по всем объектам возвращает тот же самый description на клиента вот и во-вторых он вообще ищет то всегда полно по названию вот в данном случае так сказать вот айфлоу сейчас вот это отладка плагинов запустил эфлипс в отладочном режиме чтобы смотреть работу этих самых плагинов так то есть вот там луток какой-то да он нашел там что-то видимо другую попало верно название где-то док нашел так так вот он ищет если посмотреть что возвращается на клиента будет видно что он просто по ифлоу да на клиент возвращается вот этот объект называется ресурс хитр вот и там есть ресурс хитр вот видно что у него там есть такой контент в данном случае есть только наим и айдишники его внутренние вот а вот в текущей версии в дескрипшене у нас 14 или 15 я точно не помню вот уже у айфлоу поле дескрипшен есть он возвращает и это позволяет искать по нему то есть сделать сделать плагин чтобы он по каким-то еще дополям искал это несложно а вот уже чтобы как-то вклиниться на серверную сторону что и заставить его чтобы он там когда то есть это надо менять как будто серверную сторону мне кажется уже сложнее если посмотреть чтобы был не айфлоу объект это сейчас тоже айфлоу когда каналы пойдут просто идет перебор вот каналы если взять канал это сейчас канал текущий объект сейчас происходит поиск когда я остановил его показать что у каналов вот поле description да в основном принципиально возвращается вот то есть можно делать еще в зависимости разных объектов разные поля возвращаются да то есть как бы поиск происходит вот и кстати если посмотреть по ходу да то есть я неправильно сказал у сапа вот всегда есть по названию и у некоторых объектах ищется по полям например это сендер ревер агримент ищет по вот этим ключевым полям центр и которые в ключе у объекта используются да он тоже как бы ищет вот но почему-то по дескрипшину он никогда не ищет что очень как бы странно совершенно несложно добавить поиск по дескрипшину было это нет плагин это дело исправляет я потом ссылочку сброшу кому надо попробовать вот если находит где есть так я там что-то еще был какой-то вопрос я вопрос был по выгрузку документации месседж мэппинга с использованием UDF если возможно импортить архива заодно можно смотрите отключить эту галочку чтобы вообще ничего не проверял задать должен стартануть гораздо быстрее так чтобы там была UDEF на крайняк можно скопировать и создать или если это у тебя система а вот нет вот они есть это у нас где плазис это все так это у нас здесь система это сериализация ты хочешь с Аксона отдельно запустить чтобы показать как сериализуются объекты я так понял не сериализация а именно а выгрузка в документацию то есть если мы в html или в pdf выгружаем message mapping с UDF или с ссылкой или выгружаем imported archive то как эта документация выглядит лично для меня сериализация полезный визор чтобы кое-что тоже смотреть для некоторых разработок я поддерживаю эту штуку можно message mapping с UDF показать выгрузку в документацию message mapping с UDF который графический или который графический да вот ты показывал когда там в excel выгружал и там была всплывающая подсказка такая в комментарии текст этой яво функции а как это в документации выглядит они в excel там был не импортированный архив там был UDF да в данном случае сейчас уже не помню сейчас так где бы какое-то взять а где там она есть а можно ну либо добавить или вот тут в списке поиска где ukms very 0010 может быть там в нем прямо есть что-то ну можно те же самые нит clean up или если они нигде не используются они так я не выводил и показывал может там систем не систем паттернс а систем и там какие-нибудь где-то были что-то ну можно и на словах готового примера нет то есть интересует вы именно как вот структура графического мэппинга она вот подобно тому как это в экселе выглядит она в документацию также попадает или нет я сказал про это вот сейчас вот так чтобы вот прямо как структура вот такой типа дерево да я только вот вот для в новом варианте то есть которые через документации которая генерится через xml да то есть сначала здесь реализация в xml а потом по нему работает xlta-шный применяем к нему xlta-преобразование я смог перетянуть по сути ну там функционал только лишь интерфейс-спецификации то есть там дата-тайпы дата-тайпы ай-доки такие вот структуры да они показываются в виде дерева и я это показывал могу сейчас еще раз показать вот единство что осталось которая такой-то без визуализации да в документации в таком новом варианте это маппинги народ это как в планах и поэтому ходе еще пока и не вырезал поэтому и вот эту трансформацию то есть вот такой старым вариантом она еще пока присутствует в планах как бы и это тоже сделать просто это надо набраться это было понятно да то есть о чем речь чтобы создать вот такой шаблон который делает документацию лично я использую стал vision наверное есть какие-то другие инструменты не знаю надо я как бы другого опыта не было да я вот взял за стал vision да вот значит проекта значит как это выглядит то есть как создается по сути ну по крайней мере вот стал vision и как делается макет макет документации значит кстати я могу как бы тоже орошает как бы и каждый сможет себе его ну кого его модифицировать да там под себя если за вот присылай да значит то есть значит ну это уже как бы рассказ конечно может быть будет стал как бы vision да но такая что как бы у тебя вот есть некий инструмент то есть виде вот какого-то программа который тебе позволяет так или иначе сделать xslt то есть при конечном итоге у тебя создается xslt потом из этого проекта можно сделать вот сейфас и ты можешь выгрузить xslt для html файла который генерируется для rtf для pdf а вот и для варда для варда я говорил это как-то кривого то получается вот но суть все равно как бы такова что у тебя ты вот здесь рисуешь макет то что ты как бы там не программируешь ну так как бы роль дизайнера да и урисуешь и слышишь вот тут вот так вот прорисовываешь может всякие там условия ставить там я не знаю ну то есть вот есть и вовсе используется экспресс 2.0 и если без него это было бы конечно наверное даже так так вот ты конечно вот так просто бы это позволяет тебе делать какие-то свои функции ну там создавать на экспрессе и так далее да вот то есть а ты соответственно вот просто вот как художник сидишь рисуешь как бы свой макет а вы на выходе у тебя появляется это преобразование да которая ну в данном случае вот в этом моей тузе вот я его кладу вас заводки что у меня есть в нашем проекте то есть я выгружаю экспрессные преобразования для соответственно варда для pdf а вот они здесь они потом когда проект они там же присутствуют в джарнике да вот соответствующие как бы вот например там для там или вот он получается огроменный чужой беркин ты конечно руками его такой сделать станешь он огромный вот это как бы то что соли же тебе градио тут 12000 строк а ты его не сам делаешь ты его рисуешь вот здесь вот понимаешь а потом как бы экспортирует еще раз говорю наверно это можно делать какой-то другой программе и который тоже позволяет сделать альповский продукт нравится я взял его вот идея все равно как бы да то есть ты выгружаешь в xml объекты плюс у тебя есть соответственно преобразование которое как бы из этих xml и делает тебе документ дешево и серди так идея мне кажется самое правильное и здравое то что раньше до этого был вариант того что программная то есть вот был сохранились не буду тратить время да вот но и была такая что вот программа на java коде добрались вот эти объекты то есть какой-нибудь там маппинг это тайпы там каналы и так далее каждый программный ну хоть он был доступен да с помощью по и за формировался документ и это конечно было очень затрата с точки зрения того что там сопровождение это модификации все-таки вот такой вариант он более здравый да то есть у тебя есть там суммальное представление да и вот средства для рисования там отчета датчик может зайти с этим продуктом владеешь подправил что-то и значит вот значит для того чтобы правда лучше будто это работало желательно можно было бы конечно не делать да но было бы удобнее надо было составить и составить схемы схемы с реализацией объектов да то есть нужно было писать в виде цз схем да то как выгружается тот или иной объекты xml да то есть как он стерилизуется вот я тоже работа про то есть они в общем то есть объекты в структуре это что вот в один фото скатан в generics одинаковые да они сильно отличаются собственно по контенту . контент это все типозависимое да то есть разные объекты здесь вот могут иметь как бы разный контент ну да понятно что в зависимости от типа объекта там ключик первичные одинаковые а содержимое разные ну да там здесь вот тоже конечно то есть они по структуре как бы одинаковые да но по составу то есть там говорят да там вот здесь вот например есть такая секция генерик да линкс да в разных объектов могут быть разные линки на когда на другие как бы объекты но в зависимости от текущего типа это могут быть разные линки вот но при построении при создании как бы отчет конечно тоже нужно как учитывать да но принципиально да это просто коллекция линков то есть каждого то есть вот в этой части в этой части они все их находят кстати пользуясь случаем раз я сюда добрался как работает этот простой образователь блок конверт и допустим то это его конверте деконвертировал ну да там внутри сидит и кссс кришник вот видите как блок сервизуется кстати максим а description ведь они языкозависимые да да и они вот сюда попадают или нет вот это да 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 вот если костях вот они description понятно если несколько секций все типы все типы не пришлось для того чтобы генерить документы тоже могу это выложить значит я их все описал рукопашного как бы папашная работа была вот например вот есть корневой объект вот тут x-object да я писал в принципе все возможные типы видеть видеть я это для того чтобы собирать пытается открыть это все просто чтобы ставил видимо их да а чтобы ставил vision их можно было статично да 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 тогда ты уже встал вижу не вот здесь вот уже ты оперируешь да то есть вот например да сказать вот у тебя здесь и целое дерево как у тебя выглядит как бы объекты работают завода они как раз вот это в общей части это вот контент контенте могут быть разные объекты вот это могут быть каналы данные каналов там эти самые оси ложки партии сервисы ну и и понеслось в принципе вот это видео и по сути создал схему сериализации всех объектов ну вот я хотел для транспортов анализировать состав объектов когда мы распаковали из транспортного файла и тпз-шку из тпз-шки достали распаковали тпз-шку достали вот эти xml-ки мне бы как раз эта штука очень пригодилась для моей работы я выложу да я расширю это самое то есть мне не жалко вот канал как состоит там с каких-то максим давай потихоньку закругляться так с тобой вдвоем можем на пару до вечера тут вопросы друг другу пинговать я тут зачитаю вопрос из чата для чего нужна галка девелопер мод у родных тулузей что дарик или что репозиторий есть есть возможность их запуска там по-моему когда control shift д нажимаешь и появляется возможность короче сами вот эти тулузы сами разработчики сами для себя сделали девелопер мод то есть режим который позволяет он когда его легче показать это не я я по сути сделал так чтобы включать галку у родной как бы в разных местах это по-разному что-то дополнительно появляется видимо разработчики сами для себя сделали да и при разработке ее используют сейчас покажу где-то особо не особо так пригодилась да ну вот например то она появляется меню дебаг это не мое это вот работчики да вот они видимо рисуют как создание форм да так смотрят как будет выглядеть это все дело и разных разрешениях 800 на 600 вот какой-то есть симулятор разрывного какого-то соединения я особо не копал но вот просто это кстати включение того чего как бы в самих тоже вот вот то есть эксцепшен диалог какой-то у них есть ну и где-то и это самое то есть вот например там когда делаешь там экспорт а у тебя наверное эксцепшен диалог с работал и теперь все уже наверное нет он вот и симулятор игрокинг дикшен наверно вот это вот вот наверно теперь я не знаю как это отключилось вот вот но я ответил что когда типа экспорт мод да когда вот эти велопер мод появляется да тут появились какие-то бухгалки вот чего там значит вот он не был просто интересно я где-то вылазит какая-то внутренняя кухня разработчик то есть они сами себе еще вот что я полезно заметил в твоем клиенте что можно наконец-то логирование включать то есть когда мы в стандарте в стандартном клиенте видим ошибку что смотри систем лог непонятно что вообще за систем лог на самом деле это лог который на клиенте включается да но его можно и в стандарте включить на самом-то деле вот там значит так если ты залогинился здесь то есть вот если ты залогинился вот сюда вот так вот здесь так вот в логин и таблшотинг да вот нужно разлагиниться разлагиниться да вот чтобы при старте а подожди или как же тогда это самое ну давай для твоего случая просто расскажем кратко для стандарта там если что пусть пишут вопросы не будем в это углубляться вот как для твоего кастомного клиента включить логирование стандартное это также какие и в том да то есть нужно чтобы в патологе программы появился появился файлик файл из лог пропитис стандартные я вас к и логер один из нескольких да и вот этот вот значит вот если сейчас сделают вот так вот лог пропитис лог пропитис дальше идем вот сюда открываем почему логирование идет можно сделать либо для самой тузы да вот этой общей части то есть то что касается как бы стартера тогда это надо положить потолок самой программы то есть где-то стартер находится сюда положить вот этот файлик то потом при запуске как бы будет здесь этот файлик с логом да вот если ты хочешь смотреть как работает в дебаг моде конкретное запущенное приложение дарик или репозитория ну конкретно метеору да то нужно этот файлец положить соответственно вот в папочке например в директоре вот сюда нужно положить все вот эти мы сейчас перезапустим ну и в стандарте тоже точно также просто это gml пешки когда скачиваются находится где попало да только я не помню куда нужно положить вот но там делать так что если я сейчас короче ты когда запускаешь стандартное приложение ты должен нажать control по моему control shift d и тогда появляется такое как бы дополнительное меню с девелопер модом и ты можешь включить эту отладку он сам файлик этот создат и положит в нужное место вот только нужно знать чтобы посмотреть где логи находятся еще вопрос поступил планируешь ли ты портировать свою разработку дальше в эклипс то есть в перспективу эклипс в плагин эклипс превращать такая мысль появилась это все зависит от свободного времени ну почему нет но просто там вот эти животного может быть показать вот антибак лог появился видишь мы жили файл лог пропишки за приложение когда стартануло на видишь и вот он здесь везде бог видно соответственно ты в этом пальце вот это вода ну как бы ты можешь включить нужные тебе уровень логирования то сегодня просто можно положить да еще одну как бы здесь я тут свои как поделал да ну то есть ты можешь этот уровень северики включить включить дополнительно отладку по конкретным там пакетам короче это вот эта стандартная штука как бы работа это не моя это как бы ну сахарская просто я ее так же использую она так же работает да да понятно коллеги еще есть вопросы давайте потихоньку завершать извините что так долго вышло было очень мне интересно некоторые вопросы позадавать максим вопросов больше нет что-то еще с твоей стороны мне очень интересно xml схемы конечно получить но и вообще мы планируем показать этого заводку это видео и свои комментарии нашим коллегам из вальдорфа и возможно будет какая-то реакция вот продукт менеджмента и все это не затихнет просто так на уровне нашего пимона поэтому может быть будут какие-то новости спасибо большое максим это вообще гигантская вещь как про ковырять весь этот внутренностей все эти спасибо большое я очень рад что ты пришел к нам спасибо за внимание да коллеги нет сайт не отсоединяйтесь пожалуйста сейчас мы подведем некоторые итоги аринат хамедулин ты здесь да я здесь я всем привет ребята может быть ты что-то скажешь ну наверно только пару слов да я хотел поблагодарить всех участников кто подготовил доклады на наш пимон в этом